Я вас приветствую! Почти два часа, кушать хочется, сейчас я быстренько заворганю что-нибудь на обед. Ну, такой, знаете, здоровый еду. Вот у меня тут есть котлетки, которые я делала вчера. Ой, пахнет так классно. Не, я все не собираюсь. Ну, может быть, парочку слопаю. И еще, помните, я купила вчера на такую зелень, вот этот кулечек от нее, которая называется то ли сам чой, то ли чой сам, то ли чой сум, я не очень так это точно могу сказать. Но, я пошла и посмотрела, конечно, в ютюбе, как это готовится. Причем я смотрела не просто так, от фонаря. Я брошу пока это в воду, пусть поплавает, пока я так сказать расскажу, что я там высмотрела. Пусть поплавает, покупается в воде. Так вот, я пошла и посмотрела. И я посмотрела не просто там, ну, как бы, не видно там, кто делает. А он такой старый китайский дяденька готовит. А снимает его сын китайский. И показывает уже готовое, уже они сидят, обедают за таким накрытым столом старого дяденьки жена и сын, его супруга, то есть невестка и двое деда. И вот он показывает то стол, то этого своего старого папашку. Готовил папашка. Ну, они готовили на том, что называется вок. Ну, вы знаете, вот такая вот конусообразная сковородка. У меня такого нету. По той простой причине, что ее нужно использовать там, где открытый огонь. То есть она должна огнем греться со всех сторон. Ну, у меня такого нету. По этому обхожусь тем, что есть, обыкновенной сковородкой. Ну, он порезал это кусочками. Часто я это сделаю. Там, знаете, готовка такая. Он, дяденька-то говорит на китайском, а сын переводит на английский. Поэтому я слушала, так сказать, в английском варианте. Чеснок был у них. Имбирь. Кусочек такой небольшой. Пучок, наверное, был такой, как у меня. Я еще прочитала там же, пошла на гугле, погуглила. Прочитала, что цветочки тоже можно кушать. У них не было видно цветочков, но у них, наверное, он более молодой. А я так поняла, у меня уже этот, который постарше. Чеснок, значит, один большой такой, вот у меня, смотрите, тут три зубчика. Один большой я порежу так, как он делал, этот дяденька. А тут, который, два которых поменьше, я раздавлю. У него, знаете, у меня-то ножик вот такой, вот. А у него, знаете, вот тот же, квадратный, да, такой, теса. Он так чмак, и этот у него чеснок так хорошо и быстро приготовился. Я имею в виду, раздавился. Ну, а я порежу ломтиками обычным ножиком. Ну, а это раздавлю таким обычным способом. Опс, раздавила. То, что раздавлено, он тоже порезал. Ну, то есть, как бы измельчил, чтобы быстрее образовался запах. Вот, то, что я готовлю, готовлю и, ну, в общем, буду сейчас делать. А в английском варианте это называется stir fry. Что значит stir fry? Fry – это жарить, stir – это размешивать. То есть, ну, вот как они. Вы же видели, наверное, уже сто раз в кино. А кто и был в Китае, те видели, как у них эта сковородка. И они так вот на ней это размешивают, размешивают. И это готовится очень быстро. Быстро. Что называется быстро. Поэтому чеснок я сейчас на отдельную тарелочку сюда. Потому что, вот, когда делать stir fry, если вы собираетесь вдруг дома, такое дело, то все должно быть готово. Вы не должны тут, пока у вас тут это, а вы тут, ой, а где же у меня там еще что-то. Не, надо все приготовить заранее. Чтобы это все было, можно бросать в сковородку одно за одним. Ну, это когда много каких-то ингредиентов. У меня ингредиентов, так сказать, немного. Поэтому особо долго мне готовить и не надо. Значит, вот такой чесночок у меня. Смотрите. Один зубчик я порезала ломтиками, один раздавленный. Так, ставлю это здесь. Масло под рукой. Значит, он тоже использовал растительное масло какое-то. Не сказали какое. Ну, не важно, какое есть. Но, они же еще использовали имбирь. У меня его нету. И потом, я небольшой любитель имбиря. Поэтому, поэтому, я решила, что я буду приправлять тем, чем я делаю это всегда. Вот, смотрите. Это я перевернула кверх ногами. Это называется ойстер соус. То есть устричный. Устричный соус. Ну, он такой, он, знаете, чем-то немножко смахивает на такое, я бы сказала, такое сливовое повидло. А он такой немножко сладенькое на вкус, солененькое, ну, что-то такое. И вот это называется свит-чили соус. То есть сладкий чили соус такой. Он не очень острый. Почему и свит-чили соус. Свит-это сладкий, сладкий. И поэтому он такой сладенький. Даже чересчур сладенький, я бы сказала. То есть мне, он, дяденька, сыпал сахар. Он брал ложечку сахара, сыпал сюда. А я не буду сыпать по той простой причине, что у меня уже здесь есть этот сахар в этом соусе. Ну, и, в общем-то, что я еще буду использовать, ничего я особого не буду. Вот у меня есть тут две палочки зеленого чеснока от балкона. Такие две бодылочки тоненькие. Это я порежу, просто посыпать сверху. И еще у меня есть, это тоже сочетается, такой, семена кунжута. Кунжута, да? По-английски они красивее называются. Сизами. Сизами. Такие. Сизами сиц. Сиц это семена, а сизами это сезамные. Это я уже готовая потом посыплю. Ну так, знаете, чисто для презентации, для красоты. Еще, да, еще они вообще вот в таком используют сезамное или кунжутное масло. Почему? Потому что оно имеет вот этот вот запах, как в Украине имеет масло, которое не осветленное никакое, а из жареных семечек. Ну, знаете, вот то, что там на рынке продают, из ведра наливают тебе, я не знаю, продают ли сейчас. Думаю, что продают. Помните, приходишь там, а там ведра стоят с этим маслом, бутылки у них есть, это воронка такая. И ты ходишь и пробуешь. Тебе помните, я не знаю, в России было ли такое, ну, может и было. Тебе вот сюда накапает немножко масло. А, ты попробовал? А, нет, что-то так горчит немножко. Потом пошел еще сюда попробовать, а потом попробовал. Ой, а оно такое вкусное, такое вкусное. А знаете, с чем самое вкусное кушать блины? Сейчас скажу. Сейчас я вытащу эти палочки и листики отсюда. Ну, я надеюсь, что тут никаких козявок не будет. Просто, знаете, оно на плаву поплавало. Ну, хотелось бы съесть только одни листики и палочки. И без этого, без свежего дополнительного мяса. Вот. Так вот, с чем самое вкусное кушать блины? Горяченький блин такой. Налить вот такое пахучее-пахучее масло. Подсолнечное, такое темненькое немножечко, темненькое. Насыпать туда сахара в тарелочку. И потом макать этот блинчик туда и кушать. Никаких тортов не надо, ничего не надо. Это вкусно, бесподобно. Так, значит, он вот так вот листья пообрывал, дяденька. Сейчас я тоже это листья пообрываю. Какие-то он отрезал. Остались одни палочки. Так, интересно, какое оно на вкус. Такое сырое. Написано, что его можно кушать и сырым. Такое, никакое. Смотрите, какой-то траву пожевала. Ну, такого какого-то горьковатого привкуса нету. Значит, это хорошо. Так, листики обрываю. А тут есть и такие цветочки. Смотрите. Смотрите, на что похоже. На какую-нибудь эту, сурепку цветущую. Между прочим, бурьяны, они и тут бурьяны. Тут и послен есть, вот, ходишь и видишь. А потом, ну, одуванчики, это понятно. Какие-таки еще похожие. Вот то, что называется, мне кажется, водяной перец. Это тоже есть. Потом здесь и вот тут. Это вот я вот тут, когда прохожу. С другой стороны от ресторанов я все это вижу. Вот. А еще есть вот та такая травка. Она, наверное, называется, как бы она ни называлась, мокрица. Такая травка. И вот эту травку, она съедобная. Она такая зелененькая. С такими, или звездочатка. По-моему, она как-то так еще называется. Я включу сковородку, чтобы сковородка грелась. Она должна быть хорошо нагретая. Я помню, у нас во дворе, там, где мы жили, бывший Днепродзожинск, теперь это называется Каменское. Это была, не была, был, был, проспект Пелена. И у нас во дворе росла такая травка. И когда случилось землетрясение в Армении, к нам в город привезли много армян. И их поселили, у нас был, назывался от нашего завода, санаторий, профилакторий. И их там расселили. Ну, это же были времена Советского Союза. Это был где-то 86-й год. Весь Советский Союз помогал тогда. Это было ужасное землетрясение. И их так расселяли. Я думаю, некоторые уехали назад в Армению, а многие остались, жили потом здесь. Например, с моей младшей дочерью так учились, армяне учились. Девочки и мальчики были. Так прижились у нас в городе и так и остались. Уже, так сказать, на долгое время. И вот одна из них, такая женщина, армянка, она приходила к нам во двор. И у нас вот эта вот такая зелененькая, с маленькими-маленькими белыми цветочками. Она приходила ее и рвала. Она спросила, можно к вам приходить? Я сказала, пожалуйста, приходите, рвите, мы ничего с ней не делаем. И она приходила, она рвет ее. А я потом ее спросила, а как вы ее используете? Как вы ее? Она сказала, я и пирожки с ней делаю, и какие-то запеканки. Вот я не помню, говорила ли она, что, допустим, ее можно употреблять в сыром виде. Вот этого я не помню. Но я помню точно. И она целое лето ходила к нам и где-то рядом жила, наверное. Я даже не спросила ее, где она там живет рядом. Не знаю. Ну, мы ее не ели. Как-то, вы знаете, я во дворе там, что у нас только не росло. И крапива росла, потому что у нас был такой огороженный двор. И там был такой коттедж был на два хозяина. И там в углу, в углу можно было пойти, и там были такие заросли. Дети любили там ходить и играться. Так вот у нас там и крапива росла. Я пойду варю борщ со щавелем. А потом, ну что там, щавель сварился, там особо смотреть нечего. Я пойду крапивы нарву. И туда, в борщ ее. Так потом моя младшая дочь называла... Я немножко масла. Моя младшая дочь называла это борщ с водорослями. А что, полезно. Не только это. Так, значит, первое. Бросаю чеснок. Чеснок, он долго не жарится. Он жарится буквально секунды. Он не должен почернеть. Он должен остаться такой же. Так, я включу вытяжку. Потом, что я еще использовала во дворе. Знаете, так было классно. Особенно в летнее время. Надо сварить компот. Пойду. У нас там... Ой, упал кусочек, потом подниму. Значит, у нас росла бузина. Вот я пойду сорву эту бузину. Несколько веточек. Две-три веточки. Если у вас у кого-то есть, попробуйте. Так. Ой, все падает. Леж поставила под руку. Сорву бузину. Вот эту. Проварю ее. Потом я эту бузину вытаскиваю. Остается такое оно, ну, не очень красивое. Добавляешь туда где-то пол чайной ложечки лимонной кислоты. Компот становится такой красивого. Малинового вкуса. Бесподобного. И потом добавляешь туда сахар, и вкус получается, знаете, такой, ну, вот как сказать, как малиновый компот. Вот как плед такой, такой и вкус. Так, помешиваем, помешиваем. Там у них была минута-две минуты. Еще что я использовала. Еще я использовала, например, делаю салат. Летом, летом, конечно. Зимой снег был. Так, делаю салат, пойду, сорву листьев подсолнуха. Так, бросаю листья сюда. Где эта палочка? Ой, знаете, поднимаю. Очень опасно, если в кухне что-то упало. Это так опасно. Можно подскользнуться. И как поедешь, поломаешь руки и ноги, еще и головой ударишься. Так. Потихонечку тут начинает уменьшаться в объеме. Так вот, пойдем сорву листьев. От дуванчика. И делаем салат такой. Огурцы, помидоры. И туда порежу листочки. Так, я немножко добавлю масла. Чуть-чуть. И туда порежу листочки от дуванчика. Так вот. Тогда, если у вас у кого-то во дворе такое растет, вы вполне можете так сделать. Так, дальше. Теперь он сказал уменьшить огонь. И прикрыть крышкой. Так. Уменьшила огонь. Прикрыла крышкой. Пусть постоит одну минуту. Ой, знаете, это так быстро делается. Ну, поскольку это можно есть и сырым, то не очень сильно можно волноваться, какое ли оно там, что оно там будет недожаренное или недоваренное. В принципе. Знаете, вот что мне нравится в такой китайской кухне, что это можно готовить и так вот быстро. Раз-два, раз-два. Не надо долго все это вываривать и выжаривать, как у нас. Так, пусть оно постоит. Кстати, вы знаете, я где-то, когда смотрела другой рецепт, я увидела, что там было сказано, если вы хотите, чтобы зелень у вас не потемнела и не стала такая, ну, такая коричневая, то не надо эту крышку бесконечно открывать и перемешивать. Там один раз открыл, перемешал и хватит. Так, цветочки я не все положила, потому что в рецепте не было цветочков, поэтому я их оставила. Их можно оставить, знаете, для украшения своего, так сказать, блюда. Тоже будет интересно, если подавать такое на стол кому-то, гостям. Быстро и хорошо готовится. Интересно. Какое оно получится? Так, открыла. Открыла. Было сказано, опять добавить. Так, добавляю. Значит, а, поскольку он, этот китайский дяденька, который готовил, он же добавлял для вкуса сюда имбирь порезанный. Поскольку у меня имбиря нет, он сказал, можно чуть-чуть еще масла, чуть-чуть. Оно льется у меня очень тоненькой струечкой. У меня тут дырочка, дырочка проколота. Если вы думаете, что я лью прямо из банки, вот это такое замен, у меня тут дырочка маленькая проколота. Так, теперь я думаю, время добавить. Вот этот, ой, его еще и не открутишь. Я его в последний раз трудом открутила. Ага. Открутилка, по-моему, да. Так, вот так вот, чуть-чуть. В нем соль, поэтому солить я не буду. Так, и добавлю этого чили. Вот уже так где-то. Знаете, по столовой ложке, наверное, получится. Но это уже дело вкуса, можно добавить больше. Потом смотрят, сколько это из зелени. Зелень на сковородочке очень уменьшилась. Даже смотрите, как из зелени хватается жидкоть. Так, ну потом они еще так побавлили немножко. Правда, у него получилось, у него листья получились меньше. Выключаю. Листья как-то были крупнее, получились целее. Наверное, я, может быть, дольше готовила, чем они. Так, так немножечко остынет. Остынет. Так, а я здесь пока это разберу. И выложу на какую-то тарелочку. В принципе, можно зеленью не менее посыпать. Оно и так зеленое. Но, тем не менее, для пользы дела. Оно же должно остаться такое, знаете. Ну, не знаю. Я так понимаю, должно такое остаться немножко хрустященькое. В конце концов. Палочки у них на столе тоже было хорошо видно. Только у него палочки были подлиннее. Я помельче так нарезала. А у него эти палочки были такие, более длинные. Может, надо их и правда так резать. Я вот попробую. А то, что я все этот букчуй-букчуй делаю. Ну, вы видели его у меня сто раз. Тоже такой с листьями. Только у него основание такое круглое получается. Так. Это можно отставить сюда. Теперь надо тарелочку привести в красивый вид. Чтобы ее можно было показать. А то тут соусом на нее копнуло. Так. Так вот. Добавлю для красоты цветочка. Посыплю таким порубленным чесночком. Знаете, приправы можно любые сюда сыпать. Какие вам хочется. Тарелочка горячая. Смотрите. Получилось такое. Что-то такое интересное. Очень интересно то, что я никогда такого не ела. Я это пробую первый раз. Смотрите. Соус тут получился и чесночок. Теперь попробуем. Орхидея, надеюсь, вам нравится. Название. У меня ее нету. Я поставила для красоты. Знаете, я зашу кухня. Кухня. Ведро. Ведерко. Не ведро, а ведерко. Куда я так в кулечек. Выбрасываю отходы. Так, оно ж горячее. Поэтому я всегда стараюсь поставить орхидеи. Чтоб вам было красиво. Так. Можно уже, наверное, попробовать. Ммм. Вкусно. Вкуснее. Чтоб вам было, чем то, которое я покупала. Был какой-то гайчой. Или что-то такое. Мне это больше нравится. Такое. Но вкус довольно нежненькое. Ммм. Жуется хорошо. А то, знаете, бухчей, когда жуешь листья, я их мелко нарезаю. Потому что они... Их надо хорошо прожевывать. Потому что они могут это... Потом ты начнешь их глотать, а оно будет тебе плохо глотаться. Это опасное такое. Поэтому я нарезаю мелко. Тут я как-то такого не вижу. Так, попробую еще одну палочку. Ммм. Немножко хрустященькое. Вот как если бы вы взяли огурец так четвертинками нарезали. И а то бы его немножко на сковородке попавлили. Вот такая консистенция. Ммм. На вкус хорошая. Заметьте, я же ни соли не насыпала сюда. Ни перца никакого. А можно и перец. А можно еще вот так вот посыпать. Я просто сразу не сыпала. Чтобы вы могли, так сказать, полюбоваться. Аляна Тюрель. Он уже делает так вот. Клада. Товарищи, классно, вкусно, быстро готовится. Я теперь буду покупать это. Потому что я не покупала раньше эти все чуи. Они у нас всегда продавали здесь. А я не покупала, я всегда смотрела на эти палочки и цветочки. А теперь я решила, знаете, вот если ты там купишь, например, кабачки. Кабачки все-таки дольше готовят. Там их надо чистить, не чистить, если молодые. У нас тут не кабачки, а цукини. Белых кабачков нет. Потом их надо там, то посолил, подождать пока там. Потом что-то, то жарить, то еще. То есть это занимает время. Минут сорок как минимум. А то и до часа. Ну, а это, даже с тем, что я так долго разговариваю. А уже давно это можно кушать. То занимает гораздо меньше времени. А еще же я, как бы так сказать, это при вас там резала, отрывала. Это ж можно делать быстро-быстро-быстро-быстро. И туда, сразу на сковородку. Поэтому рекомендую, если у кого такое продается, кто живет там, где есть китайские такие вот эти вот магазины, и продается такая зелень. Употребляйте. Классно. Быстро, вкусно и полезно. Я так полагаю, там практически остаются все витамины. А еще, возвращаясь к тому, что я говорила. Вот если у вас есть где-то там непыльное такое, одуванчики, варенье не варите. Зачем оно вам? Это сахар лишний. Это совершенно вам не нужно. Никакое то варенье, шишек с каких-то там. Это все чепуха. Ни в какое я лечебное действие не верю никаких шишек. Я не знаю ни одного человека, который этим вылечит. Вот. А это там, где сахар вообще. Избегайте использовать его. А вот такое, вот такое, если у вас растет, вот как вот у нас. Вот это вот что такая травка была, такая съедобная. Крапива, между прочим. Ее рвать так не очень удобно. Но я ее ножницами срезала и так аккуратненько тряпочкой брала. А потом после того, как ты ее сварил в борще, она тебя уже не жадит. Зато ей классно в борщик ее классно добавить. А одуванчики, листики молодые, у тебя такие зелененькие. Классные, особенно весной. Когда они уже есть, а еще такого ничего нет. С зеленым лучком, яичко. Если есть, там огурчик найдется какой-то. Порезал туда. Во, класс. С маслечком. Очень вам рекомендую. Я знаю, я так, как коза. Что такое? Всякое пощипать, всякое травки. Так, пожелай мне приятного аппетита. Сейчас я сюда еще котлетки добавлю. Ой, как пахнет. Чесночком. Я люблю котлетки. Лучок и чесночок. Так вкусно будет мне. Ну все, пока.